привет народ с вами варчик в этом видео все будет грустненько поэтому несите ведра будем сидеть в них плакать поскольку я объясню почему игра world of tanks по геймплею по содержанию игры катится в небытие и уже давно и светлого будущего не предвидится обидное то что все так дальше и будет итак о чем я говорю конечно же про то где мы играем а это именно карты я не буду просто сейчас обсирать и объясню что с ними не так со всеми и почему в других онлайн играх где тематикой являются танчики там все лучше играбельные направления основные то куда есть смысл ехать для того чтобы влиять на бой чаще всего это узкое направление с какими-то перепадами высот возможно там есть пару позиций но чаще всего это узкое тонкое такое направление где дай бог там пару холмиков две дорожки пару дырок где можно поиграть от башни там или дыра в стене окно либо же просто холмик или дорожка вокруг холма что-то в этом роде вот даже вы на фоне видите бой на карте линия маннергейма основное направление это просто вокруг скалы дорога а сбоку от дороги низинка где дорожка все это все направление здесь больше ничего нет один камень одна дорожка с холмиком и 1 дорога это основное направление все остальное практически на карте она не играбельная есть еще объездная дорога на другом фланге которая по сути сначала ты по полю добираешься хрен пойми куда а потом ты приехал и между вами просто одна тропинка с полянкой и вы из одной дыры в другую перестреливайтесь и все вот и все направление большая часть карты она вообще не играбельная почти весь бой только в конце когда вы уже останетесь там один на один можно покататься по всей карте большая часть карты это не играбельные скалы огромные реки озера лужи ямы дыры какие-то почти все пространство на карте не играбельно и даже если пространство по которому казалось бы можно ездить чаще всего на нем нет смысла находиться вообще почти весь бой поскольку на центре карты там какие-то полянки на которые ты выезжаешь и сразу умираешь поскольку карты они по сути то не особо большие ты светишься на пол карты тебя прострелят со всех сторон все ты подох есть смысл ехать в эти узкие дорожки по краям и все это весь геймплей на всех картах одно и то же тупое однообразие абсолютно всегда и везде даже если карта открытая большая всякие там поля типа степей типа мураванки или еще чего-нибудь где казалось бы огромное поле все пространство играбельное все равно большую часть этой карты невозможно использовать вообще никак и почти весь бой нельзя ездить нигде кроме как опять эти каналы по краям карты из-за чего геймплей он сужается до какого-то примитивизма ты приезжаешь в эти узкие направления потому что почти вся карта не играбельная и нет смысла там быть поскольку либо ты там просто сдохнешь от того что там просто поля либо там не с кем играть поскольку там можно только светиться и умирать от тех кто на базе в кусту стоит а в этих узких направлениях ты просто заезжаешь и чаще всего стоишь там на имбовом танке от крепкой башни на фулл голде и смотришь как дурачки 45 процентные в эти туннели выезжают поскольку у них 0 скила они просто подставляются и сливаются все если же люди не будут подставляться в этих дырах то это просто мы будем стоять в этом туннеле и друг на друга смотреть поливать друг друга голдой в башне геймплея интересного в этом нет вообще ни при каких обстоятельствах чтобы было понятнее допустим представьте себе все же знают что такое футбол очень интересная игра разнообразная и футбол играет на огромном поле чтобы ничего не мешало все пространство играбельное ничего тебе не мешает для того чтобы получить максимум разнообразия увидеть максимум скилла сыгранности и было интересно и играть и смотреть и в это играют уже много лет и еще много лет будут играть а теперь представьте если бы в футбол играли не на огромном поле а на какой-нибудь узкой дорожке или в какой-нибудь трубе вообще то разнообразие геймплея разнообразие финтов зрелищность этого вообще всего не было и интереса играть тоже бы не было все стало бы однообразным скучным не интересным одно и то же в этой неинтересно играть и смотреть на это тоже не интересно вот в это превращается игра world of tanks а теперь заходим в какие-нибудь другие игры по танкам war thunder armored warfare даже в тот же самый вот blitz заходим и там нету этих коридорных карт где играбельное направление это просто дорожка с одним камнем да там возможно хуже движок у игры да там где-то хуже оптимизация хуже меню выглядит или еще что-то но люди все равно в это играют да там меньше рекламы у этих игр меньше популярность но все равно люди сидят в них играют там все хуже кроме того места на котором все играют то пространство которое используется для игры поэтому люди играют плюс каждой игре еще там свои местные какие-то механики но остальные все параметры у всех танковых симуляторов или аркадных игр они все хуже кроме одного площадки для геймплея а картошка и дальше продолжает идти в это узкое горлышко и сужать свое разнообразие и свой геймплей приводит его к примитивному однобокому тупому однообразному это не интересно вообще добавляем сюда еще full голду за серебро которую якобы сделали для того чтобы все были в равных условиях но на самом деле у меня ощущение что всех обманули вот и все когда были карты более разнообразные не такие однобокие и тупые и не было такого обилия голды играть было куда интереснее хотя раньше у картошки тоже оптимизация была не самая лучшая и качество игры она не сразу такое было как сейчас хотя можно и сейчас вспомнить кучу багов каких-нибудь микро патчи каждый день это все остается но это просто показывает то что хочет как-то игрой занимаются но да ладно в общем и целом качество игры стало лучше если посмотреть то есть чего она вообще начиналась когда танки не ехали а дергались а вдалеке они прыгали вместо езды когда танк из-за порота выезжал а ты его не видел первую секунду или две плюс оптимизация и внешний вид игры тут прогресс виден а вот в геймплее полная деградация геймплей по сути становится абсолютно нищим туннельным не интересным не для игроков не для тех кто это смотрит со стороны и наоборот заставляет на фулл голде приезжать в этот туннель и друг другу в лицо быстро натыкивать кто на эмбе на фулл голде натыкал быстро уронщика тот и молодец да не все карты абсолютно коридорные но их все больше и больше те карты которые не коридорные их все чаще и чаще убирают из игры а те карты которые тестируются в разведке боем там улучшение особо я не вижу те карты еще будут много лет тестировать поскольку они очень слабые до готовности им далеко и каких-то вообще работ в эту сторону я не вижу абсолютно это меня вообще не радует дай бог с ней допустим с той же самой артой если бы карты не были бы такими коридорными а коридорность заключается в том что тебе нет смысла вообще ехать кроме как на какую-то дорожку на фланге поскольку больше играть негде там все играют там единственное укрытие на всю карту где ты можешь хоть как-то попробовать против врагов поиграть поскольку остальное все она на карте вообще никак невозможно его использовать половина карт где вообще большая часть карты занимают неиспользуемые рельефы на которые даже никак ты не поедешь не заедешь это скалы горы ямы озера и реки но есть открытые поля которые тоже невозможно использовать тебе приходится туда ехать а там лобовое столкновение все на фулл голде это выгодно только разработчикам в плане высасывания ресурсов так они еще иногда устраивают всякие там мероприятия по высасыванию тех же самых ресурсов из игроков такое ощущение что world of нас это просто площадка для заработка ресурсов и сливания туда же и вообще никак не похоже на то что это площадка для игры в которую люди приходят развлекаться получать удовольствие и кайфовать от геймплея это мое мнение свое можете написать комментариях я почитаю сам бы варчик орать красиво подписывайтесь ставьте лайки всем пока